Регент-архиерей. Все прихожане-хор. Православная церковь отметила праздник, посвященный Пресвятой Богородице. Во время него поется Акафис Божьей Матери. В столице Чувашии пение возглавил митрополит Саватий. Рассказывают наши коллеги из пресс-службы Чебоксарской епархии. Это церковное событие всегда происходит раз в год, в конце пятой недели Великого Поста. Вопреки расхожему мнению, что пост-время мрачное, именно в эти дни много особых праздников. Один из них называется «Похвала Пресвятой Богородице». Накануне на вечерней службе поется Акафис, посвященный Божьей Матери. Кому прежде всего мы обращаемся в скорби, боли, в страданиях Пресвятой Богородице, к мамочке Божией. И слова этих проникновенных молитв особенно звучат в Веденском кафедральном соборе, самом древнем храме Чувашской республики. Во Веденский собор в этот день съезжаются верующие со всего города. Все с молитвословами, кто-то со смартфонами, в которых сегодня тоже Акафис Пресвятой Богородице. Его поют здесь всем миром. Орегентом этого необычного хора становится владыка. Митрополит Саватий не скрывает, что любит это прекрасное общее пение, за которым так хорошо молиться. Радуйся, небеса, ненебесная. Здесь неважно, есть ли у тебя певческий дар, слух и голос. Главное – это твои чувства, которые ты вкладываешь в пение, и радость, которую испытываешь. А не испытывать нельзя, потому что из нее, собственно, и состоит Акафис Пресвятой Богородицы. Душа радуется, мы воспеваем такой своеобразный гимн Пресвятой Богородицы. И, конечно же, это как глоток свежего воздуха для нас во время Великого Поста. Меня пробрало до глубины души. Безусловно, это очень сильно, когда все вместе, объединяясь, соединяются в одном голосе, в одной тональности, можно так сказать. Это просто нереальное ощущение. Акафист – один из самых любимых православными верующими богослужебных жанров. За тысячу лет христианства их создано великое множество. Но этот Акафис Богородицы был самым первым. Он сочинен, как предполагает церковная история, еще в VI веке. И ему единственным посвящен день в богослужебном календаре. Зинаида Паршагина, Людмила Каяхова, Пресс-служба Чебоксарской епархии для телеканала «Союз».